Здравствуйте! Тема сегодняшнего урока — Василий Жуковский. Детство, начало литературного творчества, сказка «Спящая царевна». Вообще о роли Жуковского в русской литературе можно говорить долго. Если говорить коротко, как сказочный изощин, долго ли, коротко ли, это не случайно, речь пойдет о сказке. Так вот, если попытаться говорить коротко, то Жуковский — отец-батюшка русского романтизма. Вот вы сейчас можете видеть портрет Жуковского работы Кипренского. Как правило, нам известен портрет Пушкина, сделанный Кипренским. Но портрет Жуковского не менее удачен. Он изображен, как подобает быть изображенным поэту романтику. То есть в естественной позе, с другой стороны, с глазами мечтательно обращенными к небесам. Он на фоне некоторого свободного пейзажа, облачное небо, небрежно рисованные деревья и руины, остатки каких-то каменных зданий, вероятно, башен. То есть такой романтический пейзаж, заброшенный, с печатью старины, хода времени и тому подобных вещей. Прическа у Жуковского тоже такая романтическая, продуманно лохматая. Это все не случайно. Романтик должен быть именно таков. Стоять на фоне руин, смотреть в небо и быть несколько целохмаченным. Собственно, вот такой образ мира и поэта, он, собственно, и был во многом внесен в русскую поэзию самим Жуковским. Во многом с помощью его западных коллег, немцев, англичан, которых он охотно переводил. Конечно же, для этого нужно было получить неплохое образование. Но Жуковский не родился ни образованным человеком, ни поэтом. У него было, как водится, детство. И было оно не вполне обычно. Отец Жуковского был русский помещик Бунин, а мать – пленная турчанка Сальха, которую крепостной Бунина привез с войны. История рождения Жуковского таким образом довольно-таки романтична. Ну, недаром он стал поэтом-романтиком. Поэтому Жуковский был незаконно рожденный ребенок. И его фамилия, под которой мы знаем этого человека, конечно, ненастоящая. Его усыновил друг его отца. Ну, и зависящий от него человек, бедный помещик, вот Жуковский. И, тем не менее, при том, что он был тогда, по тем временам, считался незаконно рожденным, то есть его положение общественное было такое, не очень приятное, не очень определенное. С ним очень хорошо любящие обращались в семье, позаботились, чтобы дать ему хорошее воспитание, образование. Учился Жуковский в московском благородном пансионе, который вот при Московском университете. Впоследствии там же учился, например, Лермонтов. Жуковский выучил там языки, научился рисовать, ну и некоторым другим дисциплинам, которые были обязательны для дворянского юноши. После окончания пансиона Жуковский на очень короткое время оказался на службе. Был таким вот офисным работником, как бы сейчас сказали. Работа совершенно противопоказанная для такого поэтического и независимого человека, каким был Жуковский. Все это закончилось довольно быстро. Начальник ему нагрубил. Жуковский резко ответил, так резко, что его посадили под арест. После этого он немедленно ушел в отставку, уехал в деревню и с тех пор занимался литературой. Но, строго говоря, в дальнейшей жизни он не одной только литературой занимался. Была еще преподавательская работа, причем его ученики сплошь члены царской семьи, к которой он с какого-то времени стал близок. Но все-таки дело всей его жизни, главный труд — это труд литературный. Кто был наставником его в этом деле? Николай Карамзин. Карамзин — историк, поэт, прозаик, глава русских сентименталистов. Он стал старшим другом и наставником Жуковского. Жуковский начал с переводов и переделок. И во его творческом наследии таких вещей переводных довольно много. Это англичане, немцы, французы. Известным его сделало литературно известным. Элегия, которая есть в переложении вот элегии английского поэта Грея, размышления на сельском кладбище. Через несколько лет после выхода этой элегии, а Жуковскому было 20 или 19 лет, когда она вышла, он уже становится серьезным таким литературным деятелем, редактором авторитетного литературного журнала. Вот там-то выходят первые переводы его баллад с немецкого, а потом и его собственные оригинальные баллады. В 12-м году Жуковский стал очень известен, потому что он написал во время войны с Наполеоном стихотворение «Певец восстания русских воинов». Сам Жуковский тоже в это время находился в армии, будучи в рядах ополчения. Это стихотворение сделало его известным на всю страну, потому что стихотворение такое патриотическое, а с другой стороны представлявшее все происходившее в очень таких возвышенных поэтических привлекательных тонах. Собственно, благодаря этому стихотворению Жуковский стал вот таким не то чтобы официальным поэтом, но любимым властью, приближенным к царской семье. Тем не менее, наше представление о Жуковском — это представление не столько о поэте-патриоте, хотя он таким, безусловно, и искренним был, как о поэте, который привнес в русскую поэтию необычайную разговорную легкость. Собственно говоря, в этом он следовал за Крымзиным. Не все так просто. У них были противники. Шла борьба за то, какой быт русской литературы. Противники, которых называют архаистами, то есть сторонники старины, они шли в фарватере Ломоносова и Державина. То есть они хотели, чтобы русский стих был таким медленным, строгим, величавым, чтобы в нем не было разговорных слов, не было заимствований из иностранных языков. В то время это прежде всего французский. Крамзин, Жуковский, потом Батюшков, потом Пушкин думали иначе. Они полагали, что поэзия имеет право быть внешне легкой, что стих должен быть гибкий, подвижный. Похожий на речь обычных людей. Ну, конечно, не на разговоры где-нибудь в кабаке или на рынке, а вот то, как говорили образованные дворяне между собой. В гостях, в гостинах. Ну, естественно, и какой-то привычной для них среде. Пускай заимствование из французского языка, из других языков, лишь бы стих был осмысленный, ровный, встроенный, гармонический. То есть можно говорить о Жуковском как о новаторе, причем не как о теоретике, а как об очень успешном практике. Карамзин тоже писал неплохие стихи, но именно что неплохие. Жуковский был стихотворец классом выше. Он показал на деле то, о чем говорили другие, что стих может быть легким, раскованным. Обычно мы привыкли думать, что так начал писать Пушкин, ну или в крайнем случае до него Константин Батюшков. Но нет, стихи Жуковского уже легки и уже для нас очень, ну, можно так сказать, читабельны. То есть если мы хотим читать русские стихи XVIII века, так правило, нам нужно определенное напряжение, определенное читательское усилие. Ну, если мы не филологи, не любители словесности особенной, стихи Жуковского читаются легко нами, непринужденно, как и стихи Пушкина. Вот, собственно говоря, сейчас такие стихи и прозвучат. Это за чин сказки «Спящая царевна». «Жил был добрый царь Матвей, жил с царицею своей». Нам может показаться, что это строчки русской народной сказки. Ничего подобного, перевод с французского. Сказку сочинил Шарль Перро, всем хорошо известный. Жуковский взял только первую часть этой сказки и переложил ее русскими стихами. И в таком русском, отчасти народном стиле. И с какими-то смешными элементами. Ну вот, например, вначале царь Матвей и его жена страдают от того, что у них нет детей. Что же им приносит весть, что у них все-таки родится ребенок, девочка? Весть приносит рак. Рак, который, как известно, на горе свистит. Точнее, не свистит. То есть, в данном случае, с одной стороны, действительно происходит нечто чудесное. Неожиданно рождается негаданная, нежданная девочка. А с другой стороны, смешно же, приходит рак и нечто сообщает. И вот в этом ключе чудесного и в то же время смешного все дальше и происходит. Жуковский пересказывает, перелагает стихами сюжет автора французского, Шарля Перро, собственно, почти от него не отклоняясь. Ну вот, рождается девочка, царь приглашает 11 фей. Из тех, которые живут поблизости, видимо, у них там. 12-ю не зовет. Мотивация та же самая, что у Шарля Перро. Только 11 золотых приборов, с которых можно есть на Перу, почему-то оказалось у царя с царицей. 12-го прибора нет. Что же, 12-я чародейка, женщина злая, нехорошая, незваная все-таки приходит и говорит ужасную вещь. Она предсказывает, что девочка уколется веретеном. Это такое приспособление, которым женщины раньше делали нитки, пряли шерсть. Уколется веретеном и умрет. Вот что она говорит. На Перу я не была, но подарок принесла. На 16-м году повстречаешь ты беду. В этом возрасте своем руку ты веретеном. Оцарапаешь мой свет и умрешь в отсвете лет. Обратите внимание на этот ласковый домашний оборот. Мой свет. Вот именно такие словечки обороты Жуковский в изобилии вводит в свои баллады, сказки и так далее, делая живую домашнюю речь частью речи литературной. И с времен Жуковского для нас то и другое. Семейная домашняя обычная речь и сказки, баллады, которые можно читать детям, они неразделимы. Это некий единый речевой поток. Так вот, царь Матвей не находит ничего лучшего, как принять мудрое решение. Запретить веретена. Как это, возможно, непонятно, но все-таки мир сказки. Раз нет веретен, царевна не уколется, и все будет хорошо. И действительно, первые 15 лет ее жизни проходит гладко. На самом деле предсказание таковое и есть, что когда-нибудь она все-таки уколется, но ей будет 15 или 16 лет. Но 15-16 лет — это, конечно, оговорка. Здесь прямо говорится, что 15. Но в чем смысл? Имеется в виду, когда девочка превратится во взрослую девушку. То есть придет время замужества, ну, по крайней мере, по тем временам 18-19 века. Да, и вот, то есть она проживет счастливое детство, в этом смысле предсказание, но взрослой жизни у нее не будет. И вот девочке исполняется 15 лет, ей скучно, она идет гулять по дворцу, и вот что она видит. По дворцу она пошла, пышных комнат нет числа, всем любуется она. Вот глядит отворена дверь в покой, в покое том, бьется лестница винтом, в круг столба, по ступеням всходит вверх и видит, там старушоночка сидит, гребень под носом торчит, старушоночка придет и за пряжею поет. Перетенцы, не ленись, пряжа тонкая, не рвись, скоро будет в добрый час гостья, жданная у нас. Вот сейчас сначала было описание, как она идет и что видит, это характерно. В этом произведении Жуковского очень мало событий и довольно много строчек относительно событий. То есть дело не в развитии действия, мы, в общем-то, знаем, по крайней мере, те, кто читал Перо, как все будет происходить. Описание важнее самого действия. Скорее Жуковский как бы хочет нам показать, как красив мир, сколько у него всяких диковинок, комнат, садов, лесов, и как это все можно описать гибким, понятным, красивым стихом. Так вот, девушка входит в эту дверь, где ее ждет старуха, которая именно ее ждет. Понятно, что это та самая ведьма, которая приняла облик пряхи. Тут же дает девушке веретено, та укалывается и падает замертво. Но тут надо вернуться к началу. На самом деле была еще одна фея, которая не успела произнести свое пророчество вот до этой злой старухи. И поэтому последнее слово осталось за доброй феей. Она сказала, хорошо, так и будет. Она уколется, упадет, но не умрет. Это будет сон. На нее находит сон. Вместе с ней объемлет он весь огромный царский дом. Все утихнуло кругом. Возвращаясь во дворец, на крыльце ее отец, пошатнулся и зевнул, и с царицею заснул. Свита вся за ними спит, Стража царская стоит Под ружьем в глубоком сне, И на спящем спит коне, Перед ней хорунжий сам. Неподвижно по стенам Мухи сонные сидят, У ворот собаки спят, В стойлах головы склонив, Пышный гривы опустив, Кони корму не едят, Кони сном глубоким спят. Повар спит перед огнем, И огонь, объятый сном, Не пылает, не горит, Сонным пламенем стоит, И не тронется над ним, Свившись клубом сонный дым. И вот опять длинное описание, и все это просится на холст или в фильм, или в мультфильм. Вообще такое ощущение, что Жуковский избрал этот сюжет для стихов вот именно из-за сна, да? Есть возможность изобразить спящие предметы спящих людей, при этом создавать самые фантастические, увлекающие нас картины. Да, вот этот вот застывший спящий огонь, спящий над ним клуб дыма, мухи сонные на стенах. Харунжий. Вот это, кстати, момент такой русификации. Нет во Франции харунжих. Харунжий — это такое воинское, кавалерийское звание, которое было в русской армии. В общем, Жуковский, с одной стороны, переводит все на русскую почву, с другой стороны, ну, дает нам такие игрушки, дает нам, ну, сказка, как бы для детей, полюбоваться странностями мира. Мир заснувший, застывший. И дальше, когда следующий этап сюжета, мы снова видим длинные картины спящего, красочного мира. И вот в какой-то момент, естественно, как водится, появляется принц. Принц, который должен расколдовать девушку. У Жуковского он это делает посредством поцелуя. Он ее целует, восхищенный ее красотой. Она оживает, все просыпаются. Во-первых, ничего такого нет, в смысле поцелуя нет. Просто исполняются сроки, и все оживает в должный час. Так вот, когда принц попадает в заколдованный дворец, опять-таки, самое интересное не этот принц и не его подвиги, потому что никаких подвигов нет. Он просто приезжает. Нет там никакого преодоления. А опять длинное, красочное описание. Что же явилось очам сына царского? Забор, ограждавший темный бор. Не терновник уж густой, но кустарник молодой. Плещет розы по кустам. Перед видезем он сам раступился, как живой. В лес въезжает витязь мой. Все свежо, красно пред ним. По цветочкам молодым пляшут, блещут мотыльки. Светлой змейкой ручейки вьются, пенятся, журчат. Птицы прыгают, шумят в густоте ветвей живых. Лес душист, прохладен, тих. И ничто не страшно в нем. Едет гладким он путем, час-другой. Вот, наконец, перед ним стоит дворец, здание чудо старины. Ворота отворены, в ворота въезжает он. На дворе встречает он тьму людей. И каждый спит. Тот, как вкопанный, сидит, тот, не двигаясь, идет. Тот стоит, раскрывший рот. Сном пресекся разговор, и в устах молчит с тех пор недоконченная речь. Пришлось остановиться, потому что попались слова недоконченная речь. А вообще остановиться довольно сложно, потому что Жуковский журчит, как ручей. Очень естественно, очень органично. Картинки, которые он нам показывает, очень хороши. Ну, для тех людей, которые склонны к созерцанию и наблюдению, а не только к действию. Вот, собственно, ради этого Жуковский, видимо, в русскую поэзию и пришел. Чтобы развить русскую речь, русскую поэзию и дать нам красоту и магию этого вот строения речи. В начале XIX века знаменитые немецкие филологи, братья Гримм, собрали немецкие народные сказки, издали их, обработав литературно. Одна из самых известных — «Белоснежка». История, довольно похожая на сказку Шарля Перро. Только там девушку преследует злая мачеха. И вот та уходит в темный лес от этого преследования, встречается с семью гномами, которые дают ей приют. Хорошо известная всем история, хотя бы по мультфильму Уолта Диснея. Истории похожие, но с разными чертами. У Перро нет этой истории жизни в лесу и этих гномов. Через пару лет, после того, как Жуковский пишет вот эту вот самую спящую царевну, за письменный стол садится Пушкин с тем же самым сюжетом. Точнее, он соединяет два сюжета «Белоснежку» «Братьев Гримм» и вот эту вот сказку Шарля Перро. Конечно же, нет никакого сомнения в том, что Пушкин знал сказку Перро и без Жуковского. Но явно на него повлияла вот эта работа Василия Жуковского, которая была сделана незадолго до того. И в результате, под явным влиянием Жуковского, прочитанных прежде сказок «Братьев Гримм», Пушкин создает сказку о мертвой царевне и семи богатырях. Скорее всего, без менее известной сказки Жуковского не было бы всем нам хорошо известной сказки Александра Пушкина. Но это уже другая история. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин